Сотрудники и военнослужащие Росгвардии приняли участие в церемонии перезахоронения останков воинов НКВД, погибших в ходе боев у озера Селигер в годы Великой Отечественной войны. Церемония прошла в Осташковском городском округе Тверской области. В ходе поисковых работ в Осташковском районе были подняты и идентифицированы останки 62 воинов 249-й стрелковой дивизии НКВД, сформированные в городе Загорске Московской области и действовавшие непосредственно в Межозерье Селигер, Сик и Осташкове в октябре 1941 года. Отпевали павших воинов НКВД в Вознесенском соборе Осташкова. Проводить защитников Отечества в последний путь пришли руководители городской администрации, школьники, воспитанники юнармии и других военно-патриотических организаций района, участники поискового отряда «Поиск», местные жители. Церемония перезахоронения прошла на Аллее Славы в мемориальном захоронении, расположенном в районе деревни Замошья Осташковского городского округа. С 2019 года шество над этим захоронением взяла на себя Росгвардия. Город защищал 249-й дивизии НКВД. Это третье кольцо обороны Москвы. Оно, скажем так, эту линию обороны враг не прошел. Здесь погибло очень много наших предшественников, сотрудников НКВД. И было принято решение, когда мы поняли, что вот здесь есть поисковики, занимаются активно поисковой работой, поднимают бойцов, производят захоронение. Захоронение производят вот в этом самом месте. Мы решили взять над ним шефство. То есть мы уже следующие годы приезжали, проводили здесь работы по благоустройству. Первые останки были найдены лесниками при оборудовании делянки. Они вызвали поисковиков. В ходе поисковой экспедиции отряда «Поиск» летом этого года были подняты останки 12 бойцов, в том числе найден медальон бойца НКВД Федора Александровича Нефедова. «Повезло, подняли медальон. И с этим медальоном, это очень большая редкость, он такой был, видно, у него не в кармане гимнастерки, а на веревочке с ушком. Вообще очень редкий. Я таких нечасто видела медальона. Он висел, как крестик на шее. И вот такой, да, да, с ушком. Вот как крестик вешается. И вот с этого медальона уже 11 февраля мы с нашими ребятами, вот этой юной армии, вскрывали его. Итоги все 58 посписочно, которые по документам по этому госпиталю, по этому захоронению проходят. Знаете, это удача. То, что весь список, все имена. Благодаря медальону удалось установить, что в этом районе находился полевой госпиталь. По госпитальным спискам стало понятно, что в земле могут находиться останки еще 57 бойцов и командиров. В итоге в ходе поисковой экспедиции были подняты останки 62 воинов, 58 из которых были идентифицированы.